Добрый день, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня у нас представлен к обзору караван Авард Транстар. Это караван 2004 года выпуска. Находится он на площадке по адресу Псков Николая Васильева 82А. Данная моделька 2004 года выпуска. Она укомплектована палаткой. На караване установлен мувер. Мувер PowerTouch. Это полноценное четырехместное размещение с двухъярусной боковушкой и хорошо раскладывающимся диваном в передней части каравана. И в данном случае при всем таком размещении у нас раздельный санузел с большой, огромной тушевой кабиной. Такие вещи очень востребованы, как показал этот сезон. Ну, давайте посмотрим повнимательнее. То есть у нас цепная головочка ALKA с тормозом накатного типа, с боковым компенсатором. Здесь используются две розеточки. Черная и серая агрегатная, 7-пиновая. Все это дело можно объединить в одну 13-пиновую. В принципе, поменять только вилку. Ну, или если у вас Range Rover или Land Rover, то штатно там две розеточки. Серая позволит пользоваться холодильником под 12 вольт в пути и заряжать, собственно, установленный аккумулятор. Так, у нас в багажничке есть встроенный редуктор Трума. Здесь у нас только замена газового баллона и газового шланга. Никакого колхозинга в газовом оборудовании здесь не предвидится. Стеклопакеты притонированные, все с маркерами. Так, ну и далее. Палаточка, которая у нас находится в комплекте в данном караване, может быть установлена с любой из сторон. Закладная для палатки находится в отличном состоянии. По правой стороне и сзади, справа, у нас находится туалет. Здесь еще туалет Тедфорд предыдущего поколения с большой кассетой, с отдельным бачком смыва. Так, далее. По правой стороне мы можем увидеть слив серых вод. Далее установочка мувера. Шины в прекрасном состоянии, шины свежие, замены не требуют. И по правой стороне под диваном находится уже проточный бойлер Трума. Это крышка его газового выхлопа. При пользовании мувером от газа не забываем ее сливать. Ну и место подключения насоса помпы. В принципе, по правой стороне данный караван достаточно простенький. Никаких тут боксов и так далее не предусмотрели. Санузел с окошком, поскольку он раздельный. Так, далее. Закладная для палатки со стороны входа с левой стороны по ходу движения также в отличном состоянии. Никаких нареканий нет. Просто бокс для вещей. Бокс для установки собственного аккумулятора. И место подключения 220. По пульту я выложил специально. Так, сейчас попробуем. Так, вот он включается. Включается он одновременным нажатием вот этих двух клавиш. Ну и, в принципе, можем попробовать. Ролики все замечательно крутятся. Срабатывает у нас стабилитрон, потому что мы его сейчас крутим на, скажем, внутреннем чарджере. То есть, пока аккумулятора нету. Вот. А то, что наш преобразователь может нам предложить, на том он и крутится. Конечно же, это чисто для теста. Выключается также нажатием двух вот этих клавиш. Так, ну, пойдемте внутрь, посмотрим на их оборудование внутри. Вес данного каравана, снаряженный тонн на 100. Так, сразу пультик уберем. Хочу сказать немножечко по поводу аккумуляторов и муверов. Если вы планируете ставить или у вас уже стоит мувер, то рекомендуется установка аккумулятора не менее сотого. Если вы не планируете, достаточно с 75. Так, ну и смотрим данный караван уже по нашему интерьеру. Огромный просто. Просто действительно очень огромный. Порядка двух метров. Два на два L диван в передней части. Все это дело разбирается в полутораспальную кровать. Отсюда у нас выезжает вот она ролета. Не будем сейчас одной рукой это все косить. И получается вот тут полноценная двухспальная кровать. Когда мы вот в таком вот походном состоянии, то есть присев сюда уголок в левый, у нас мы можем лицезреть место для установки телевизором. Образно говоря, посмотреть на камин. В данном случае он представлен фирмой Trumatic. Далее мы видим вот такое вот комбинированное место для того, чтобы можно было покушать. Или это может быть превращено в нижние ярусы. Вторая полочка ярус. Есть у нас вот такая вот закладная. Закладной карниз потолочный. И шторка. Она спрятана в таком вот вещевом шкафу. Очень тоненьком. Чтобы можно было прикрыть вот это вот место, где там спят ваши детки. Ну, скажем так, немножечко создать им уют. Раз уж добрались до этого шкафа, хотелось бы сказать, здесь у нас стоит штатный стол. И внизу представлен автомат. И автомат 220 и 12-вольтовые предохранители, отвечающие за работу оборудования, касаемо 12-вольт. Сейчас у нас горит чарджер. Это как раз-таки кнопка, отвечающая за понижение входящих 220 на 12. И две кнопочки у нас еще. Это отопление и бойлер для горячей воды. Работа их от электричества 220 вольт. Сам бойлер, как мы уже выяснили, находится справа спереди. Вот это 10-литровая труба. Сейчас попробуем пролезть немножко дальше. Бойлер слит подготовлен. Также у нас тут можно увидеть это подушки для второго яруса. Под диваном, который находится слева, по ходу движения, у нас находятся ящики и мешки с палатками. Вот здесь весь комплект. Опорные ноги и сам плен. Так, ну, по поводу отопления. Отопление труба. Газоэлектрическая. Сейчас у нас включен был с юрем раздув для того, чтобы немножечко дом проветрился после моечки. Не забываем, что если вы топили его или, грубо говоря, вот он с теплой мойки выехал, обязательно проветриваем, чтобы не пахло домом старой бабушки, чтобы ничего не плесневело тут. Ну и, конечно же, должен быть пахло внутри поверхности и сухим. Два выключателя здесь. Это первый выключатель для включения работы отопления от электричества и включения бойлера от газа. То есть все эти вещи говорят о том, что у нас двухкомпонентные источники. Это газ и электричество для отопления и, конечно же, для добычи горячей воды, скажем так, где-то в автономном плавании. Так, ну, посмотрим кухню. Кухня у нас интегрированная. Достаточно классическая британская версия. То есть трехкомпорочная газовая плита одна. Горелочка у нас электрическая с пьезо поджигом. Замечательно работает. Газовый гриль. Газовая духовочка. Рядом у нас место для сушилочки. Она выезжает. Это поддон для посуды, чтобы стекало все в раковину. Место для хранения вилок, ложек. Также еще есть вот такая вот выезжающая часть для кухонных принадлежностей. Холодильник Дометик. 107 литров. Работаем от электричества, газа и 12 вольт по серой розетке. Так, над зоной кухни у нас присутствует приточно-отточная вентиляция. Может быть использована как вытяжка, так и для принудительного притока свежего воздуха. Над кухней, в принципе, как и по всему периметру, у нас есть куча ящичков для хранения вещей. В любой из них мы можем заглянуть. Все прекрасно, все замечательно. Посмотрим на магнитолу Пионер. В принципе, очень достойное состояние у каравана. Мне очень нравится вот таким образом выполненные москитные пакеты. То есть, здесь можно на любую высоту поднять фольгированную часть и москитную сетку. Безусловно, они на всех окнах есть. Местные подсветочки достаточно такие интерьерные здесь. Все поменять на диодике, в связи с минимумом потребления электроэнергии в автономном пребывании и караван данный вас будет только радовать. Ну и, конечно же, отдельное внимание раздельному санузлу унитаз Тетфорд поворотный. Предыдущая модель до 250-го с электрической пунктой слива. Рядышком у нас замечательная душевая кабина. Клеечка все на месте. поддон без трещин и сколов. Так, помпа работает. Все замечательно. Есть раковина для умывания. Ну и, конечно же, вещевые шкафы с планкой для верхней одежды. Зеркало данное тоже. Это шкаф. Все открывается. Места предостаточно для того, чтобы разместить в вашем путешествии достаточно достаточно я хотелось бы на этом сакцентировать внимание. Достаточно количество вещей, а не весь гардероб из дома. Притожим сегодняшний наш видео обзор. Это караван Havar TriStar. Это 2004 год. Полноценное четырехместное размещение с замечательной комплектацией с раздельным санузлом, с мувером и палаткой. Находится он в городе Пскове. Стоимость 642 тысячи. Смотрите нас в инстаграме авточоис Псков и на сайте авточоиспсков.ру и, ну, конечно же, на нашем канале на ютубе. Спасибо за ваше внимание. До новых обзоров. Они будут. Караванчик потихонечку идут. Так что, кто находится в поиске, сейчас это можно сделать с чувством, с толком, с расстановкой, как говорится. Ну, в принципе, посетите сайт, посмотрите, возможно, что-то для себя и найдете. Спасибо за внимание и до новых обзоров.